Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесным». Сегодня у нас в гостях в нашей виртуальной студии добрый брат, пастырь Юркирил Сипко. Юркирил, приветствую вас! Приветствую вас, святой отец Альберт Викторович! Приветствую всех, кто смотрит нас. Небесное – это святое и чистое. Очень рад благословений, желаю, в нашем разговоре. Смотрят люди, смотрят, задают вопросы, много пишут. Вот постепенно-постепенно канал набирает обороты. Юрий Кириллович, сегодня начну необычный эфир. Знаю, что вы любите стихотворения. Вы цитируете часто разные стихотворения. Сегодня я взял на себя смелость процитировать одно стихотворение. Можно? Ну, конечно, это здорово. Написал его известный поэт Владимир Владимирович, его зовут. Вот я прочитаю только конец этого стихотворения. Вы его узнаете. «Я достаю из широких штаней дубликатом без ценного груза. Читайте, завидуйте. Я гражданин Советского Союза». Здесь российский паспорт мой. Юрий Кириллович, я не знаю, кто о чем подумал, но это был Маяковский. Вы узнали? Ну да, узнал, да, да. И сегодня хотелось бы поговорить о нашем гражданстве. Почему, Юрий Кириллович, как думаете? Гордились тогда и гордятся ли сегодня? Вот такой большой вопрос. Ну, вы преамбулы своей такую хохму сотворили, брат, благословенный. Владимиру Владимировичу имя, конечно, сегодня сакральное. И его поэма про этот паспорт тоже такая величественная. Но, однако, вы понимаете, конец делу венец. И конец Владимира Владимировича, не дай Господь, современного такой, и конец этой самой Советской империи такой-то постыдной. И вы так пророчески вот вспомнили это. И теперь мы заговорим о нашем гражданстве. Правда, вы трясли паспорт в Российской Федерации, но пафос тот же, что и у Владимира Владимировича. Поэтому, если на серьезный лад перейти, я бы сказал, что достойная тема поговорить о гражданстве, как о ценности, которая отсутствует в нашем обществе. Она заменена всякими псевдо-популизмом, псевдо-патриотизмом, вот этой вот обманкой, что государство это представляет там хунта какая-то, которая обокрала страну и превратила в нищих огромное количество людей, у которых нет перспективы абсолютно. И гражданство превратилось в какую-то хунту насилия, которая бьет свой народ, тащит в тюрьму людей за веру сегодня, клевещет направо и налево, расссорились со всеми соседями. Понимаете? Это же порушенные основания. Это мы говорим о таких вещах, которые на публике очевидны, а что происходит в душе человека? У него потеря смысла жизни происходит. У него абсолютно исчезает ценность самой жизни. Он, конечно, превращается в животное, которое орет, ходит по площадям, может махать руками, дубинками, бить своих соседей. Но внутри-то огонь, кипящий вопрос. Кто же я же? Во что же я превратился? И это же благодаря этой государственной пропаганде я превратился. Вот теперь найти бы такого Владимира Владимировича, который застал бы из штата паспортирную и сказал, вот оно для меня бесценное сокровище. Вот что я делаю. Вот чему я принадлежу. Чему принадлежит современный россиянин? Страсти убежать не знаю куда. Вы затронули очень такую болезненную тему. Я просто сразу, видите, перехожу в какой... Вижу, вижу. Тема большая, но оно, вот само слово гражданин, гражданство, оно влечет за собой много других слов. Гражданская позиция, гражданская ответственность, гражданское образование. Вот недавно я встречался в Питере с удивительными людьми, которые вот работают на этом поприще. Мы граждане неба, да? У нас же еще двойное гражданство. Мы как христиане, у нас еще свое гражданство есть. Но вот что значит быть гражданином нашей страны? Гордятся ли сегодня молодежь, люди? Как вот на ваш взгляд? Что вы думаете? Гражданин Российской Федерации. Есть определенная часть вовлеченных в эти структуры провластные, у которых есть ресурсы, ресурсы власти, ресурсы финансов, ресурсы информации. Они становятся просто обслуживающим персоналом этой модели. Это их бизнес, так сказать. А гражданство – это чувство внутреннее. Это сопричастность к великому, сопричастность к истории государства российского, к народам государства российского, к достижениям этого народа вот в этом государстве российском. Сегодня почему только эксплуатируются военные жутчайшие годы? Это же неспроста. Добавляется сюда еще космический Гагарин. Это же неспроста. Это же признание пустоты. Больше ничего нету. На что можно наступить и сказать – вот я с какого великого, могучего государства. Вот я принадлежу какому великому и могучему процессу. Здесь решается судьба не только огромной территории, шестая часть земли с названием «Кратким рук». Здесь решается обнаруживать перспективы для мира. В Советском Союзе даже, прости господи, борьба за мир была одной из таких очень ярких, публичных проявлений, пусть даже и лукавых. Но тем не менее, а сегодня вы за мир не услышите. Нигде, ни с какой площадки. А отовсюду изрыгаются страшные угрозы всему миру. Отовсюду изливается ненависть. И вот когда вы говорите о гражданстве, это чувство высокое. Это чувство высокое. Оно утрачено абсолютно. Оно вышло из нашего публичного пространства. Оно не обсуждается нигде. Оно не внушается нигде. Внушаются лишь только верно подлиннические мысли и сознание власти современной. Сегодня становится божеством Путин, перед которым преклоняется вся иерархия властная. И в преклонение которой насаждается прямо с детского сада. Мы же видим страшные вещи, когда где-то там в школе ученики или учителя позволили себе критический взгляд на вещи. Увольнение с позором. С университетом гонит людей свободной мысли. Представьте себе, какое мы достигли состояние несредневековое. Такого даже в Риме 2000 лет назад не было. Иудей Павел, и этот апостол известный, изгой такой, сектант, понимаете. А он требовал суда у Кесаря, ему подоставили. Он говорит, как ты бьешь меня, римского гражданина, да и без суда. И ему сразу вопрос, как ты гражданин? Я бы хотел, чтобы наши полицейские встали во фронт перед гражданином или гражданкой. Они ногой в пузо бьют женщину, да? И думаете, отвечать будут? Нет, не будут отвечать. Президент говорит, пусть он из Германии пришлют анализы. Если мы анализы увидим, поймем, тогда уголовное дело возбудим. Это же позор. Это же какое государство? Это никакое не государство. Это шайка воров, которые размазали страну, унизили народ, поставили его на колени буквально. Молчащие, мычащие, огромное количество народа. Боящиеся, самого себя боящимся. Свидетели говы, тащили, семь с половиной лет за то, что он читает Библию. Все его преступления за то, что он читает Библию. Что? А все остальное, где население, 145 миллионов, молча смотрит в спины этим узникам и страхи ждет, завтра за мной придут. Пусть и соседом сперва, а я, может быть, еще денек пройти. Но это что, гражданское вот такое самосознание или это гражданская трусость? Я не нахожу слов пока. Это отсутствие самосознания и гражданского, и индивидуального, и общественного. Это полное отсутствие. Это подавление тех самых достоинств и прав, которые человеку присущи, которые продекларированы в Конституции нашей, продекларированы в Ассамблее ООН, Декларация о правах человека, которая утвердена и как бы нашим правительством принято для себя. И в то же время после этого легко и просто Конституцию обнуляют и подписывают закон. Мы не признаем международные акты, пакты и всякие прочие декларации. У нас своя правда. Нет у нас сознания прав человека ни в церковной государственной или общественной нишах. Нет вообще ценности человеческой жизни, ценности личности человека. Нет. А это основополагающее. Когда нет человека, во что превращается государство? В армию с дубинками, которые топчут своих людей. Государство – это прежде всего человек. Я вот смотрел на эти фотографии побоищ. Там есть одна фотография, когда мужика на спину в этот сугроб снега. И он вот такой уже, видно, раздавленный совершенно, да еще и под автобус запихнули. А над ним склонились эти борды вот этих космонавтов, которые… Ну, тут они его и добьют сейчас, очевидно. Так я вижу вот это государство наше российское в лице этого человека раздавленного. Вот это оно, вот это оно, растоптанное, брошенное в грязь, дубинками вот этих космонавтов, избитое и автобусом сверху придавленное. Вот это государство. А не то, что там у нас армия, там у нас бомбардировщики, там у нас бомбы, ракеты гиперзвуковые. Это все наносное. Государство – это человек. А человека у нас нет. Значит, нет государства. Юрий Кириллович, вы упомянули апостола Павла. Кстати, немногие хотят вспоминать этот момент, что… Ну, вот как я читаю книгу «Деяния апостолов», что у Павла было гражданское самосознание. Он знал, кто он, будучи иудеем, будучи членом Синедриона, как говорят комментаторы. Он все равно понимал, что он римский гражданин. Он родился в этом гражданстве. И он заявляет о нем. Он знал свои права. Он знал свои обязанности. И он использовался. Сегодня многие руководители, лидеры, скажем так, можно в кавычки даже уже брать сегодня, религиозные, они стараются замолчать эту тему. Не говорить на эту тему. Чтобы у людей не было своей позиции, как у Павла. Чтобы кто-то достал свой паспорт, вот как вы говорите на этих акциях, и сказал, я гражданин нашей страны, такой же, как и ты. Что происходит? Понимаете, мы же ведь вышибали вот это самосознание не вчера дубинками на поле. Мы его вышибали в 17-м году, когда вдруг вот так встали. Вот представьте себе человеческую психику, которая до такого разврата, что с пистолетом в подвал спускается, да, и там сидят эти люди. Ну, царская семья, так скажем. Она показательная, наверное, вот эта страшная сцена, да. И вот этот беспомощный мужичок там скукоженный, жена его, детишки, и он их расстреливает. И потом трупы выбрасывают в какой-то овраг, который до сегодняшнего дня вот ищет. То ли это те кости, то ли не те кости. Но ведь никогда вот за это злодеяние в российском обществе не произошло ни самосознательной такой оценки, что же мы наделали, ни тем более покаяния. За этой царской семьей убиты еще десятков 5-6 миллионов наших сограждан. А убийство – это не просто факт или статистика. Убийство – это каждый раз. Человек раздавлен, ручки за спину, поставлен на колени к стенке и пуля в затылок. И тот, который убивал, он оставался жить. А тот, у которого хотя бы чуть-чуть было чувство свободы, он уже убитый, он уже никого ничего никогда не скажет. И вот эта селекция отрицательная, она в течение вот этого периода коммунизма 70-летнего, да и сегодня она проявляется. Она же сегодня именно оттуда проявляется. Легко и просто расправляется с человеком. Дубинками убивает. За что? Не за что. Просто у нас статистика, нам нужно тысячу человек арестовать. И вот в этот же процесс, когда я, допустим, хочу представить себя в позиции гражданина. Что я могу сделать? Выйду – побьют. Скажу – посадят. За репосты в этих соцсетях людей в тюрьму сажают. За веру в Иеговы людей в тюрьму сажают. Вы думаете, это проходит бесследно? Вот в этом всеобщем подавлении человеческой свободы форматируется наше самосознание. Так кто же я здесь? Вы тварь-то дрожащая. Имею я право только дрожать? Имею я право на что-нибудь сказать? Возразить? Защиту попросить? Не имеешь права? Что вы говорите? Адвокатов раздавили. Адвокатов раздавили. Судьи сделали обслуживающими силовые структуры, которые штампуют эти приговоры людям глухонемого. Не говорить не может. Не слышать не может. Пишут, что он выкрикивает лозунги антиправительственные. И сажают его или штрафуют его. Не стесняйся. Не стесняйся. Чудо получается. Как бы государство само фиксирует чудо. Немой заговорил. Нет, это мы можем посмеяться. Но вот тут вопрос о гражданском праве и о государстве нашей. Ведь это все институты. Полицейский глухонемого тащит насильно, убивает его буквально. Он и так инвалид. Его обвиняют, пишут протоколы. Он ничего не понимает. Не сказать свою защиту не может. И адвокаты ему не дают. Ему дают штраф спокойно, судья штампует. Понимаете? И когда это говорят самому второму лицу после президента, или можно сказать устам этого президента, что такое делается? Он говорит, ну пусть он обращается в суд. А суд уже показал, какой он суд. Он просто штампует. В Москве тысячи людей. Протоколы и приговоры. Штраф 15 суток, 10 суток, 30 суток. Ни одного оправдания. Ни одного не оправдания. Можете себе представить, когда это массовая захватническая акция была, и людей тащили в эти кутузки, а потом штампуют эти приговоры. Ни одного оправдания. Это же террор. Массовый террор. Юрий Кириллович, ну вот мы заговорили, да, о нас. Но есть молодое поколение, которое растет, совсем другое поколение. Я ознакомился, мне прислали с просьбой прокомментировать или что я думаю. У нас в Москве есть молодежный пастор Алексей Роман. Достаточно добрый братик такой. Он провел опрос общественного мнения. Кстати, никто этого не догадался, не проводил в нашей среде. Я так понял, в среде слова жизни. 17,5 тысяч у него подписчиков. И он провел там в несколько этапов разные вопросы задавал. И я думаю, что это вот его такая хорошая гражданская позиция. Он, первый вопрос его был. Где бы вы хотели жить? Я вот сейчас, мне распечатали. Я ознакомился с выкладками. 22% Россия, 26% США, 34% Европы, Австралия, Англия, 0% Индия. Даже 1% в Африке хотят жить, 2% в Латинской Америке. 78% другими словами хотят уехать из этой страны. Это молодежь. Он делал опрос молодежи. Опять же, на него посыпались куча разных обвинений. Кто-то даже написал, что и враги слова жизни не нужны. И вообще враги в Росхавея не нужны, когда есть такие вот люди, которые делают такие опросы общественного мнения. Почему? Потому что это не просто опрос. Он же еще и влияет на молодежь. Они читают, они смотрят, как другие сверстники. То есть вот они сегодня, даже вот в таких анонимных опросах, молодежь наша, показывает свою гражданскую позицию. Они не соглашаются с тем, что есть. Они хотят уехать. Это молодежь. Это не мы с вами. Как вот вы говорите, мы готовы молчать, там сидеть, и забьют, посадят за слово, за репоза, все остальное. Они не видят будущего. Это их гражданская позиция. Мы теряем многое. Уедут же самые лучшие. Это на самом деле приговор существующей власти, которая за 20 лет своей вот такой прекрасной атмосферы внешней, когда нет никаких внешних врагов, никакой войны, когда есть потрясающая экономическая база с этим невероятным объемом природных ресурсов, которые мы выливали, выносили, вывозили и выкачивали на внешний рынок, а внутрь закачивать триллионы долларов, которые распылились между этими ребятами на дворцы, на яхты, на прочие прелести жизни. Ничего не сделано, чтобы в обществе вот этот вектор развития постулировать и внедрить в сознание молодых людей. Не просто как пропаганду, а внедрить в сознание как страсть жить, свой дом строить, свою землю возделывать, свою землю любить, потому что она моя земля. Ведь эти люди не понимают, что они создали атмосферу такого именно страха, реакции на которой только одна – убежать. И в Африку даже, но лишь бы отсюда убежать, потому что здесь нет того, чем можно дышать. Нет того, что тебе открывает перспективы свободного развития, построения себя как гражданин, этого нет. Эти люди не понимают. Они все же из лагеря. Это НКВД, КГБ и вот это наше ФСБ. Это же модель мышления, одноклеточное сознание, которое понимает и делит мир вот на два простых лагеря – свой и чужой. У них свой – это вот коррумтированная группировка, а все прочие чужие. И эта политика отсюда складывается. Ну и реакция отсюда молодежи. Они чужие для этой власти. Они же чужие. Им нет никакого признания. У них нет никакой перспективы. И реакция отсюда, конечно. Я понимаю молодежь. Я понимаю молодежь. Сразу после этого опроса Алексей задал второй вопрос. Исходя из этого же, у себя вот на этом ресурсе, дневник его, он задал вопрос. А почему вы хотите жить в тех местах, которые выбрали? Хотите услышать статистику? Что думает та же самая молодежь? Там тысячи отвечали. Не тебе. Комфорт – 54%. Свобода – 17%. Свобода нравственности – 3%. Традиционные ценности – 13%. Я патриот – 13%. Итого 71%. Там 78 было, кто хочет уехать. 71% объясняет почему. Вот из них почти. Выбирают комфорт и свободу. То есть вот то, о чем мы сейчас говорили. И только 29% традиционные ценности, скрепы наши, свобода нравственности. Это вот сейчас модно говорить там во всяких гомосексуалистах и все там, и в церкви, и другое. 3% только это вообще интересует. И я патриот тоже 13% заявили. Треть. Ну 29%. Печальная статистика. Да, она статистика печальная. Сложно, конечно, сказать, что за этим термином понимает молодежь, когда она говорит о комфорте жизни, когда она говорит о свободе, о ценностях. Это на самом деле вещи такие размытые у нас в нашем сознании. Но комфорт в жизни, наверное, более-менее. Он включает в себя все. Это не только гедонизм, когда ты наслаждаешься всеми благами земли. Комфорт в жизни включает в себя вот эту как раз свободу. Свободу развития, свободу личную, свободу своего духа. Когда над тобой вот эта идеология государственного преследования не висит этим домокловым мечом. Когда тебя с пеленок не третирует ни учитель в школе, ни родитель дома, ни профессор в университете, ни армейский старшина. Вот это все, когда подавляется личность, тогда дискомфорт во всем. И в экономике, и в духовном развитии, и в самоощущении, и в семейном устройстве. Он во все сферы жизни проникает. В дедовитом, разрушающем вот этим зельем проникает и губит. И поэтому от этого хочется убежать. Куда? Куда? То есть они говорят фактически, Юрий Кириллович, говорят о возможностях, которые предоставляет им жизнь. Они видят, как живут сверстники. Мир-то маленький стал, интернет доступен. Другие страны переписываются, общаются. Там всякие эти тиктоки и другие соцсети. Не будем рекламировать. И они видят возможности. И они не видят возможности здесь. И поэтому они говорят, что мы хотим уехать. Куда угодно. Процент говорит даже в Африке. Я думаю, что это именно от того, что вот этого нету внутреннего удовлетворения существующим положением дел. Формируется главное. А куда отсюда? Куда угодно отсюда. Здесь невозможно. Нечем дышать. Вот это первая такая сильная причина, которая дает именно такой вот взгляд. Куда-нибудь. Хоть в Африку. А уже почему там? Ну, там комфорт. Там свободный бизнес. Это могут быть даже неосмысленные еще ценности, которые постулирует эта молодежь. Но самое важное, что из этого вопроса вытекает, из этого вопроса вытекает. Молодежь не видит себя вот в этом окружении. Она чувствует себя дискомфортно. Дискомфортно. А это самый серьезный сигнал для людей власти. Во всех сферах. Во всех сферах. Ведь, понимаете, мы все отцы, да? Вот вся эта власть, они же тоже отцы и матери. И они самое важное свое родительское чувство утратили. Они не видят, что завтра так или иначе все сегодняшние провластные эти штуки, как бы они не были сейчас гегемоны и гении, завтра они умрут. Они умрут завтра. Даже не нужны выборы. И вот на этом вымершем пространстве будет мертвая Россия. Потому что они не посеяли семена добра. Они не посеяли семена любви. Они не открыли для молодых людей перспективу жизни. Ответственность их личную за настроение себя. Они их держали в заперти, в наручниках, в камерах. Они били их на площадях. И завтра они вымрут вот эти динозавры силой своей. И молодежь выйдет на эту площадь. Страны нашей огромной, России, не умеет делать ничего и не может, и не хочет. А пустыненная и опостылившая, злобная Россия останется вот этой пустыней после смерти этих сегодняшних современных, всыпившихся власть, гениев, вот этой политики воровства и насилия. Это они не понимают. И не понимая этого, они еще тем более умножают это насильно. Они выбивают всякую свободную мысль. Выбивают всякий признак свободы развития в экономике. Все подтягивают под себя. Ну, эти процессы. Сейчас мы начнем заговорить, нам времени не хватит. Но эти вещи, которые делают людей следующего поколения врагами. И это не молодежь такая непослушная. Это не молодежь, которую Запад развратил или кто-то там из-за рубежа, как будто за печеньки, совращает наших детей. Нет, это власть совращает. Это власть развращает. Потому что она показывает, вы никто, вы ничто. Вы плебеи, вы молчите. Вы ни на что не имеете права, потому что у нас все в руках. Дадим вам пять тысяч на месяц маленькому ребенку до шести лет. А после шести пусть идет Паша или умирает. Не дадим. Как будто бы этот капитал бюджетный – это их собственное достояние. А это не плод работы миллионов людей, живущих в нищете, не могущих себе купить лекарства, не могущих своим детям комнатку оборудовать для того, чтобы он развивался как свободная личность. Ну, брат ты мой, вы тронули тему, от которой просто слюни высыхают. Я знаете, Юрий Кириллович, почему тронул? Потому что 23 января, когда были первые протесты, выходили там, ну, не знаю, как это назвать, мероприятия или что-то, как они их официально называют, когда сына задержали, я до ночи почти был у РОВД, куда привезли всех. Вот, стоял, много родителей подходили, родные. Там один паренек ко мне подошел, ну, узнают тоже, ищут каких-то ответов. Я говорю, а кого ждешь? Ну, он жену ждал. Молодые ребята. И потом девчонки вышли. У нас как бы задержали, их всех в одно место привезли, а на ночь-то для девочек нет места. И вот молодежь выпускали. Две девчонки вышли о них. Я тоже расспрашивал про своего там. И знаете, я увидел конфликт, о котором вы сейчас заговорили, между родителями и детьми. Вот она вышла так, у нее все на эмоциях. Их отпустили как бы, потому что очень много было задержано тогда. И ей мама позвонила. Вот муж стоит, молодой парень, ребята, видать, студенты. И она с мамой. Мам, да хватит тебя. Мама, видать, наезжает. Зачем? Ты чего-то. Выгонят с института. И она ей отвечает в строку. Мам, ну и выгонят меня с этого Бауманского. И что? И вот конфликт вот того поколения и этого нового поколения. То ли они не понимают чего-то в жизни, чего старшие понимают. То ли действительно не боятся и не хотят бояться. Ну мы же тоже были молодые. Мы же помним, что мы себя в жизни эту внедряли с трудом. У нас советское детство. Там не было выбора большого. И думать не приучали. Мы просто были как эти вши, понимаешь, вот на гребешке. Вот наша территория жизни. А современные, вы же сами сказали, пожалуйста, интернет глобальное пространство во всем мире. Во-первых. Во-вторых, этот интернет помогает вот тому большому расширительному процессу внутри мозга. Ну и, конечно, да и пусть меня выгонят с Бауманки. Это очень показательный ответ. Потому что фактически эта девочка знает, что такое Бауманка и какая перспектива. Быть, присмыкаться. Присмыкаться перед властью, чтобы после Бауманки получить какое-то место. Оно же там уже распределено. Сынками больших чиновников. Они уже распределены, все эти места. А куда пойдет выпускник средний Бауманка? Он пойдет там где-нибудь подметать. Он пойдет там где-нибудь прислуживать. Может быть, торговать чем-нибудь. За редким исключением. Поэтому поток уехать за границу. Поэтому Бауманка ничего не дает. Нет в системе вот этой государственной нашей перспективы четкого продуманного плана, как молодому человеку входить в жизнь, получить образование, потом это образование использовать в жизни, бизнес ли открыть, развивать экономику с самостоятельным внутренним потенциалом, образовательным, социальным, духовным. Нету этого. Напротив. Он подавляет. Эта машина государственная подавляет. Интеллект подавляет. Вот этот дух подавляет. Вот эти эмоции подавляют. Ходи по струночке, по досточке, заглядывай в глазки чиновнику. Еще пикнешь, выгоним с университета. Что это за студенчество? Что это за студенчество? К чему это народ, миллионы студентов? К чему они готовятся в таком случае? Быть рабами? Юрий Кириллович. Юрий Кириллович. Тема большая, действительно. Мы уже давно в эфире. У меня вот последний вопрос. То, что касается священников. Ну, пастырей, скажем, всех. На одном нашем калужском сайте, где пасторы там есть, союза одного нашего известного, один написал такие слова, там две цитаты, как всегда, из Библии привел, какие власти и власти. И в конце написал, удел священников служить сиротам и вдовам, а не раздавать булочки на Майдане. Знаете, когда я это прочитал, конечно, и опять же, все скидывают, ну, как ты думаешь, как прокомментируешь. Ну, я знаю человек, вот лидер религиозной группы, который написал это. Вот его отношения, ну, знаете, ну, во-первых, слово Майдан потрясло. Ну, знаете, у нас проходили там на площадях, на одной, и площадь Победы 31-го было. Это такое святое для калужан место, куда приезжают свадьбы, куда ветераны, где каждый день стоят школы у вечного огня, у могилы неизвестного солдата. Вот там собралась 31-го молодежь и были задержаны. И вот, знаете, святое для калужан место, святое, я в кавычки беру, вы понимаете, да, что город знает это место, куда возлагаются. Обозвать вот в негативном, понятно, это был Майдан. Второе, вот не печеньки там или не булочки раздавать. Я знаю, что ребята там, где вот этот религиозный лидер, они большинство бывшие наркоманы, крепкие ребята. А что, тумаки раздавать, драться, что ли, лезть туда? Я вот так подумал. И что это такое удел священников? Я вот подумал, мой Христос, первое куда пошел, мужиков искать, здоровых, крепких. Нашел рыбаков, двух братьев, потом еще двух. Налогового инспектора взял к себе в команду. Взял зелота, еще кого-то. Не ходил по сиротам и по вдовам. Откуда вот это? Это страх. Я так подумал, знаете, страх – это вот липкое такое вещество, которое настолько парализует их мозги, что ли. Я думаю, ну ты же гражданин, ну как так можно? Но ведь это ж наши люди. И с той, и с другой стороны, вот моя позиция. Мы должны и тем, и тем служить. Хотя бы Евангелие раздавать. Зачем вот, ну, ерничать насчет булочек, печенек? Нет, это многовековая селекция, православная традиция, которая насаждала именно такое монастырское сознание. Вот здесь вот, в стенах храма святые, которые прямо от Бога здесь поставлены. А вот все прочее, это плебейское племя, они только должны сюда нести свое молочко, хлебец и слезы. А они их тут благословлят, водички святой дадут. И вот это вот состояние рабское, оно насаждалось в обществе от имени Бога. Так, Юрий Кириллович, это наши протестанты. Это не пропаскивает. Так, слушай, нет, я говорю о той генетике, которая стала для нас национальным нашим достоянием, нашей скрепой духовной. Посмотрите сегодня, ну, очистите от шути политической, и вы увидите, та же самая модель идет из Кремля. А какое главное? Сидеть смирно, не высовываться, слушаться. Возьми политическую всю платформу, где происходит борьба за власть. Она же вычищена, высушена, и она огнем попалена. Там нет никакого свободного голоса, там нет никакой полемики. Там никто не дебатирует, какие перспективы для России, что хорошо, что плохо. Там обсуждение ничто не подлежит. А если ты еще высунуешься со своим мнением, ну, тебя вырезали. А что значит вырезали? А значит оставили всех вот в этом единомыслии. И священники становятся на передовой. А от какого имени они становятся на передовой? От имени этого политического истеблишника. Они провели всю эту селекцию в школе, потом в университете, потом в церковной ограде. У них в генетике впитана какая главная мысль и миссия. Власть обслуживать. Власти быть покорной. Власти служить. Поэтому вот он говорит на Майдан. Ну, действительно, там, может быть, есть и оскорбительное. А может быть, есть и не оскорбительное. А может быть, есть такое достойное. Когда люди вышли и сказали, что нет, бить нас нельзя. Майдан киевский. Это выход всего Киева на площадь, который прямо сказали этим полицейским, всем этим там соколятам, которые избивали их детей, студентов. И они сказали, бить наших детей нельзя. Наши этого не сказали. Наши наших детей отдали. И считают, что, ну что, власть всегда права. Поэтому этого священника я не знаю, кто там вам так сказал окормлять. Нет. Сам Христос, вот последнюю финальную сцену, когда он приходит в своей славе, перед ним народы, там будут и наши россияне. И он говорит, а вы отойдите в огонь вечный. Отойдите в огонь вечный. Там будет плач и скрежет. Почему, Господи? Да мы же, у нас же. А он говорит, потому что вы не пришли ко мне, когда я был в темнице. Вы не пришли ко мне, когда я был болен. У вас не было солидарности народной, той самой, которая отличает человека от скота. Вы не посетили меня в больнице. Вы не одели меня, когда я был раздетый. Вот это цена нашего христианства. Поэтому, когда вот так парень думает, что мы сидеть должны в храме на лавочке и перелистывать сборник духовных песен, это наша духовность. Да нет, она никому не нужна. Христос сказал, идите до края земли и научите всему, что я передал. А что значит научите? Это значит поменяйте сознание. Это значит вооружите их знаниями правды. Сделайте их тоже учениками Христа, чтобы они не ходили, не аплодировали убийцам на площадях. Не зажигали эти вечные огни своих побед военных, которые вроде факели наше достоинство. А под факелом-то миллионы убиенных. За что их убивали? За что их убивали? Так вместо того, чтобы сказать, давайте жить дружно, давайте жить в мире, мы снова поднимаем на щит этот пафос войны и готовы убивать. Знаете, что страшно для меня было в этом комментарии? То, что я знаю, что люди подобные вот этому священнику, скажем так, они же не служат ни сиротам, ни вдовам. Это вот так для красного словца. Этого нету, потому что вот у нас в области, я знаю, нам запретили всем, и пятизятникам, и баптистам, и всем другим служить в детских домах, сиротам этим. Полностью закрыли двери вот год назад представители спецслужб. И просто вот так бросить хорошее, умное, красивое словцо, не подумавшим, конечно, тоже показывает состояние сегодняшнее. Я думаю, что люди руководствуются каким-то страхом. Ну и, конечно, то, о чем вы говорите, угодить этой власти. За которой мы молимся и продолжаем молиться. И Бог что-то должен сделать в нашей стране. Спасибо, Юрий Кириллович. Опять Пушкин. Всяк суетится, лжет за двух, и всюду меркантильный дух. Начали со стихов, закончим стихами. Только я начал с Владимира Владимировича, а вы с Александром Сергеевичем. У вас была заготовка, а я вот так в печали, в тоске большой. Ведь понимаете, когда Христос умирал на кресте и молился прости и мочь, они не знают, что делают. Мы, христиане, вместо того, чтобы также протягивать руки избиенным, униженным, изображенным, вытаскивать их из этого тюрьма. Мы вдруг на щит поставили как раз гегемонов насилия. И избиваем. Не говорим прости и мочь, а говорим овкутутку его на 30 суток. А новичком его, чтобы не трепыхался. Где и когда произошло это? Это действительно проклятие от Господа. Проклят человек за свою неправду, за кровь брата своего. Это каянного проклятия, которое было произнесено Господом Богом. Мы его сегодня не сняли с себя и даже крови Христа не призвали, чтобы снять. Это большая беда. Спасибо, Юрий Кириллович. Спасибо за этот эфир, за ответы. Спасибо огромное. Вам спасибо. Я напоминаю нашим зрителям, что это был я, епископ Альберт Раткин, Юрий Кириллович Сипко. Пастор, добрый друг, добрый брат. И подписывайтесь, распространяйте видео. Благослови вас Господь. Спасибо. 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 Спасибо.